Книга «Открытый локом», том 2, тема «Потеряевка», вопрос 893. Ваше объявление о Потеряевке к желающим поселиться в ней печатали все центральные газеты. Аргументы и факты, комсомольская правда, труд, российская газета, многие журналы. Говорилось по центральному радио и телевидению. Не боитесь, что будут пребывать нежелательные для вас люди, воры, проходимцы, пьяницы? Из тех, кто откликнулся, кто самый дорогой для вас? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Первые полтора года с осени 1991 я получил полторы тысячи писем и на все ответил. 90% примерно отсеялись, так как не соответствовали моральным требованиям. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Остальные должны были своими силами с нуля построить дом, хозяйственные постройки, завести скотину, технику. Из них 99% не имеют средств. Приехали только два человека, позже один уехал. Те же, кто поселился позже, бывшие наши знакомые. 19 мая 2002 года через Барнаул из Колпаша в Томской области на жительство Потеряевку приехали Потеряевы, потомки основателей этого поселения. Вот как пишет об этом вечерний Барнаул. За 24 мая 2002 года. Номер 74. Новости. Родина. В Потеряевку вернулись Потеряевы. Домой. И ссылки через 72 года. Самая известная в крае бывшая заброшенная деревня Потеряевка. Сколько они описаны, переписаны. В мае 1998 года Евдокия Титовна с сыном посетила родные места. Как говорит мать Лапкина, настолько добрая бабушка. Ей 84 года. Но в ней такой неистребимый дух живучести и трудолюбие, что она и нашим молодым поможет. Ее спрашивает. А бывает, что ты устаешь? Бывает. Тогда я сажусь и вяжу носки. Только об одном она тогда жрела, что верхом на коне не прокатилась. А так, как маленькая девчонка и на качелях, и в лагере с ребятишками, с детишками, везде побывала. Прошло 4 года. За это время Потеряевы решились таки перебраться в родную деревню. И в воскресенье 19 мая четверо переселенцев прибыли из Барнаула. Это Евдокия Титовна, ее сын Геннадий Иванович, почти слепой. Ее внук племянник Геннадий Иванович Евгений, почти не слышит. Даже парализованно Ивана Нефантьевича Потеряева с собой привезли, которому уже 86 лет. Его буквально несли на руках. По словам Игнатия Лапкина, в Потеряевке переселенцам уже приготовлен дом. Их будут кормить, а в субботу им как раз и огород спахали. Это, конечно, не очень значительное событие, но и не рядовое. Чтобы люди в таком возрасте ринулись на пустырь, это божественная тяга к родине. И их приезд для нас как знамение. Иван Нефантьевич, это наше благословение. Виктор Зубенко. Незадолго до приезда в последнем письме Геннадию Ивановичу на вопрос о возможности приехать, я писал. Дорогой Геннадий Иванович, получил от вас ваше письмо от 30 марта 2002 года. Ваши вопросы ко мне и о планах советских олигархов по вопросу земельного кодекса не могу знать. Они пока еще ко мне на этой неделе не заезжали. О боливейских староверах не могу ничего сказать. Знаю таких хорошо, ибо сам происхождение имею из киржаков. Упрямые, непокоривые и трудолюбивые. Честные и преданы заблуждениям своих предков до потери здравомыслия. Библия для них не существует, ибо она обличает их на каждом шагу. Вера абсолютно не евангельская. Упорны в своих заблуждениях до смертной ненависти к другим. И списываться с ними нет никакой надобности. Наши староверы рядом, испробуй их. Тогда и тех на дух не пожелаешь уже никогда. Про Лыковых и про смерть отца их Карпа писали. Он был один при смерти, и ни о каких видениях и ангел, сошедших с иконы, не было тогда ничего сказано. Но находящиеся с ним кошки обгрызли его руки, а то он писали. На ваши письма мы отвечали, вернее, первый всегда писал я. Если вы ответили, то мне и отвечать не надо. Так как я получил ответ. О бороде вашей не заботьтесь. Она не супруге, никому не будет мешать. Она только предает благообразие мужчине. Вашим родным можете сказать, что никого мы по принуждению в церковь еще не тянули и не будем тянуть. Но на поселение даем разрешение только верующим. Кто подтвердит, что он не лжет, не курит, не пьет, не ворует, не матерится. Если ваши родственники не соответствуют этим требованиям, то мы никогда не дадим им разрешения поселиться в Потеряевке и будем их этому желанию противиться. Они должны будут сначала хорошо ознакомиться с нашим уставом и потом написать заявление на поселение. И общее собрание деревни будет решать, дать ли разрешение. Мы туда никого не затягиваем. Сохрани от того Бог. Но если будут просто вам помогать строиться, то можно. Но чтобы курящих никогда не видели в деревне. Так где-то тайно в кустах. И чтобы дым даже на деревню не тянул. Теплые вещи с собой берите. Матрасы, одеяло и подушки. Дам на время, сколько лета потребует. Я уже писал вам, что вы для меня желанный гость. И если вздумаете поселиться в Потеряевке, вашей прародине, мы будем рады. Я говорю о себе и наших близких, но не о всех в деревне. Их мнение мне и неизвестно до конца. Люди есть люди, они разные. Что сказал отец Аким, что вам трудно будет построиться? То это же из любви к вам, чтобы вы не сделали шаг необдуманный. Про саманный домик я говорил, что обложили его красным кирпичом. Там теперь вполне сносно можно и прозимовать, не говоря о лете. Сделали подвал бетонный. Если вы будете строиться, то вам дам картошки, сколько нужно. Землей нашей у Саманного на этот год можете воспользоваться. А на следующий год вы будете на своем огороде съесть, садить. На Саманном жить одно удовольствие вам будет. Семь лет сделал там хороший. Туалет есть. Вода рядом. Огород упирается прямо в пруд. Земля и на Косогорье, и за Тополевой рощей, и на Солнцепёке. Там особенно хороши будут и помидоры, и арбузы. В бане можно и у нас летом помыться. Но для этого нужны будут справки о чистоте тела. Вода колодезная рядом есть. На Саманном есть и маленькая русская печь. И можете хлеб печь. Муки тут достать можно. Простому смертному для счастья что еще нужно? Главное знать, что ты не воровал. В душе у тебя спокойные, родные с тобой рядом. Дрова можно заготовить рядом в садах. Или привезти из Шарчина. Купить там. Завезти корову, и можно сарай построить. Доброму хозяину не нужно всего этого и говорить. Он сам до всего дойдет. Ждем гости, любезные наши друзья. Вы еще будете проситься к нам потом, когда поймете. Сунут хорошо и привольно. Осенью грибы, ягоды будут. Сади сады. А земля такая рассыпчатая. Семена с тобой берите. Перечитайте этот деревенский устав еще и еще раз. Чтобы его никак не нарушать приезжим и тамошним. По весне долго не задерживайтесь. Уже надо где бы приступать скорее. Если бы даже не было ничего, то можно и сама построить хоромы. Будь здоров какие. И потом кирпичом обложить так. У нас несколько домов построено в потеряевке. Инструмент разный. Лопаты, пилы двуручные у нас есть. Одолжим на сколько нужно. Столярный инструмент сразу же брать с собой. Чтобы двери и рамы уже не покупать вам. Будь добрый. Здесь телефоны на штаке. 35-32-42 и 24-38-46. 23-19-48-22-69-62. Ехать из Барнаула до разъезда под Степновский 16 апреля 2002 года. Игнатий Лапкин. Господь Иисус Христос благословит вас всех на переезд в потеряевку. В общей сложности случайных людей в потеряевке было не более 10 человек. Как правило, освободившиеся зэки и затерянные наркоманы. Их накормили и с миром Божиим по домам. Великий Бог хранит нас и наши покровители. Игнатий Титовна подруга моей матери, как моя родная мать, как бы и не отходил от нее. Так бы и не отходил от нее.